Футбольный «Спартак» появился на свет 18 апреля 1922 года. Спустя 87 лет тысячи людей в красно-белом шли в Лужники, чтобы увидеть еще одни роды. Шли с надеждой, недоумением, возмущением. Дайте Лаудру, поработайте, больше ничего. Они не понимают друг друга просто. Они не знают, что делать. Выходят на поле и не знают. И он сам смотрит, удивляется, как они играют. Мне кажется, что он далеко не все использовал, что можно было сделать из этой команды. Не надо просто «Спартаку» зажираться. Они деньгами заелись очень много, и поэтому не играют. Игры нет никакой, хотя не надо играть. Лаудру не самоубийца, который приехал. И, наверное, не карманник, который приехал, лишь бы слупить какие-то деньги у Лукойла. Я думаю, что этот человек своим именем футбольным очень дорожит. И приехав, я уверен в этом. Ну, как вот я бы приехал и сказал, да, вот мне главное здесь работать и прочее. Я бы сказал, мне нужны игроки обязательно. И он договаривался о том, что ему будут куплены игроки. То, что случилось в «Спартаке» на минувшей неделе, наверняка имеет очень мало аналогов. Человек, который даже не помышлял о тренерской карьере, в один миг стал тренером. Причем не в какой-то заштатной команде, а в самой популярной в России. Стал тренером, чтобы доказать, что игроки, не заигравшие при Лаудрупе, могут играть в футбол. Я так думаю, что все-таки игроки наши сильнее мастерством обладают все-таки. Но оно только может появиться, когда есть как минимум самоотдача такая же, как в другой команде. Было бы странно, если бы в этом матче самоотдача подвела «Спартаковцев». А вот других доказательств в своей состоятельности игроки, пожалуй, не предоставили. Штранцели Джанаев, которые при Лаудрупе не играли, вышли на поле и картины не испортили. Но и вряд ли ее сильно украсили. Почему-то во всех было уверено, что мы выиграем. Мы сегодня просто выходили и бились друг за друга. Чего нам не хватало в прошлых матчах. Почему игроки не бились друг за друга раньше – вопрос риторический. В любом случае, 2-0 с Териком не повод для восторгов. Доказывать, что эти игроки могут многое, Валерию Карпину придется не в одном матче. Все равно видны очень большие пробелы в игре команды. Например, тот же Кариоко. Хотя Карпин постоянно говорит о том, что… Ну, он его приглашал, в принципе. Что игрок очень достойный. Я вижу, это такой же Моцарт, только помоложе, которого мы все старались изгнать из «Спартака» в свое время. Самое любопытное в сложившейся ситуации то, что Валерий Карпин, взяв на себя функции спасателя, не имеет никакого кредита доверия. Работать тренером он будет до тех пор, пока будет устраивать акционеров клуба. То есть, скорее всего, пока будет приносить результат. Я бы хотел, чтобы Лаудер был старшим тренером, а не я. Чтобы было все нормально, с удовольствием. Чтобы я сидел бы в офисе и отдыхал. Но сейчас Лаудер бы нет. Сейчас хотели бы стать, быть так полноплавным. Сейчас команде, если это нужно, именно команде, даже не клубу, а именно команде, если это нужно, то готов. Если команде это не нужно, то… Такое впечатление, что скоро вот в «Спартаке» может прийти к тому, что дворника поставят, он с метлой будет ходить, погонять команду. А, вы плохо сыграли, я вас отдубаешь. Вот. Но это же смешно все. Все равно тренерское мастерство никто не отнимал никогда. И оно все равно в основе будет. В субботнем «Спартаке» Карпин отошел от схемы с двумя опорными полузащитниками. В воротах поздравляем с дебютом Суслан Джанаев. Четверка защитников – Макеев, Яраник, Штранц или Родригес. Средняя линия «Быстров» – Алекс, Кориок и Саенко. Пара форвардов – Дзюба и Велитон. Терек при данном раскладе рассчитывал на определенное противоядие. Вся «Спартака» всегда шла, в большинстве случаев, шла от «Алекса» в предыдущих матчах. Те, которые даже «Спартак» проиграл, очень много разрезающих передач. Острых разрезающих передач от «Алекса», который практически не передерживал мяч. Вот эти передачи, очень много их непосредственно. Вот эти передачи, очень много. Что Саенко включался, в других матчах получал, что быстров. То есть мы попробовали, чтобы плотнее сыграть против «Алекса» и, естественно, со страховкой Велитона. Терек себе не изменил. В воротах «Дикань» защита Мищенко, Ильев, Клебера, Меленчук, Забавник. В средней линии Гвазава, Георгиев, Смирнов и Прудников. Форвард – Лохиялов. Перестановки, проведенные Карпиным, несколько скорректировали лишь позиции соперника. Мы готовились, что Смирнов с Клебером будут два опорных здесь играть. Учитывая, что Дзюба непосредственно вышел играть, достаточно рослый игрок, мы Смирнова посадили на него. А Ильев сыграл уже непосредственно с Велитоном, со страховкой Меленчука. Фланговых игроков мы попробовали закрыть таким образом, бровочников. И попробовали, чтобы наши полузащитники играли как крайние нападающие. Мы реально понимали, что мы можем получить преимущество за счет техники Гвазавы и Лохиялова, за счет быстрого и техничного Георгиева. И первых 15 минут, в принципе, это проходило. Стартовый отрезок Терек действительно провел содержательно и даже забил гол, который был отменен арбитр. Зафиксировал положение вне игры, по мнению Вячеслава Грозного, весьма спорным. Чисто от игрока Спартака мяч отскочил к Ильеву, который забил, и Ильев не был вне игры. Я сейчас и на пресс-конференции об этом сказал, но я не арбитр, я тренер. За счетой тот гол мы бы немножко по-другому, мы перестроились бы. Вот заблокировали бы центральную зону, и нам легче было бы играть. Далее игра развивалась далеко не по Грозницкому сценарию. Тереку пришлось уйти в глухую оборону и отбиваться от спартаковцев. Немножко начали выпускать игроков, включающихся в середину. Вот мы блокируем включение Родригеса, он не так часто включался, как в других матчах. Мы это предусматривали, что он будет включаться. В этом неожиданном для нас не было. Плюс определенные моменты опережения должны были быть сделаны в центральной зоне с быстрым переходом, выходом в атаку. Ну, одно дело на макете показать, на тренировке сделать. Другое дело это выполнить против Спартака. В первом тайме Спартаку распечатать ворота Деканя так и не удалось. Прорвало красно-белых после того, как они получили численное преимущество. На 57-й минуте за фол последней надежды на Велитане удаляется Мищенко. Эпизод спорный. Идет контратака, выскакивает Велитан. Его преследует, его преследует. А он сначала не опаздывал, просто Велитан по скорости. Мищенко и страхует забавник. Вот здесь. Вот такая ситуация. Велитан пробрасывает мяч, Мищенко фолит на нем. Да, действительно, допустил фол. А забавник уже здесь. Получает красную карточку. Эти решения повлияли на итоговый результат. Вне всякого сомнения. После удаления Спартак переломил ход игры, чему в немалой степени способствовал выход на поле Бояринцева. Да и оставшемуся в меньшинстве Тереку срочно пришлось перестраиваться. Я выпустил левого защитника Бензи на эту же позицию, но мне пришлось убрать диспетчера Гвазалу. Вот реально кого-то из игроков группы атаки. Затем я заменил Лохиялова на нападающую панку, который должен был выполнять большой объем черновой работы. Он и пробил, и старался, и штрафной хороший подал, и Лиеву здесь должен был забивать. В десятером со Спартаком сложно играть. С ним в равных составах непросто, а в десятером двойнее сложнее. Первый гол грозницы пропустили на 71-й минуте. Все началось с простой недоработки момента на фланге одним из игроков Терека. Сначала был вскрыт фланг, а это нельзя было делать. Должен был дорабатывать игрок, я не буду фамилии называть, который остался вот здесь. Он должен доработать, потому что увели правого защитника, и необходимо было при включении, этот игрок обязан отвечать был за него. Не доработав здесь, пошла цепная реакция. Второго гола долго ждать не пришлось. Проявил исполнительское мастерство Виллитон на 82-й минуте. К тому времени было понятно, что такой «Спартак» остановить уже невозможно. «Спартак» играл, вне всякого сомнения, с вдохновением. Это, я уже сказал, жаль, что «Лау» вдруг посняли перед нашим матчем. Лучше бы после нашего. Или раньше за матч. Ну, к сожалению, на эту ситуацию мы не могли повлиять. Ну и прежде чем закончить, хочется отдать должное Вячеславу Грозному, который препарировал игру после поражения, что бесспорно достойно уважения. Так же, как и эти слова. Мы должны понимать, что футбол – это маленькая часть большой жизни. Эмоции во время игры и эмоции после игры, они разные. Пастернак сказал, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Я хочу поздравить с Воскресением Крестовым. Выше этого в данный момент нет ничего. И пожелать всем-всем всего самого наилучшего. Продолжение следует...